И всем привет, ребят! С вами Старбанька, я сегодня записываю новый ролик, и это первый видос на этом канале. Сегодня мы вместе с вами стартуем с абсолютно новой рубрикой, с абсолютно новым чистым каналом и с новой историей. Сразу вкратце расскажу, чему же будет посвящен этот канал, эти рубрики и вообще для чего все это дело будет у нас организовано. Этот канал для себя подразумевает две определенные новые рубрики. Одна из них будет уже записана сегодня, ну можно сказать, первая часть она уже началась. Ну а вторая выйдет, я думаю, что тоже в ближайшее время. И раз в два дня, наверное, если у меня будет получаться, то мы будем записывать новые видосы по рубрикам на этот канал. Поэтому, если вы вдруг на него не подписаны, я думаю, что не подписаны, если вам это интересно и вы хотите за всем этим делом следить, то обязательно подпишитесь на него, поддержите также данный видос лайком. Ну а сегодня у нас старт той рубрики, которую я, возможно, когда-то хотел сделать. И хотел организовать. И на сегодняшний день такая возможность появилась. Это рубрика мега доната. Конкретного мега доната. Понятное дело, что это спецакт. Да, для кого не удивление. Тут как бы, ну, наверное, не надо лишних вопросов никаких задавать. Сегодня по планам у нас, я думаю, что изначально приобрести, конечно же, ну, для мега доната, это ультра-контрейнеры. Не знаю, зайдем мы в бой или не зайдем. Не хотелось бы особо с первых там видосов как-то супер сильно затягивать и записывать какие-то там длиннющие видосы. Но скажу сразу, за каждый лайк под этим видосом мы будем открывать в следующих видеороликах на этой рубрике мега доната ультра-конты. Каждый лайк это будет контентовый один ультра-конт. Возможно, если у нас супер большого количества, конечно, не будет набираться, то мы потом это дело увеличим. Но пока что будет один лайк, один ультра-контейнер. И будем прокачиваться. Надеюсь, что быстро прокачиваться, потому что премочка у нас будет. Все возможности есть. Будем стараться покупать лучшие просто вооружения на сегодняшний день, которые только будут возможны. Все, конечно же, будет сразу фастом прокачиваться. Ну и я уже тут зашел, посмотрел, что у нас есть вообще интересного из комплектов. И, честно говоря, ничего такого сверх контентового и интересного я здесь не увидел. Я думаю, что на таком аккаунте больше всего есть смысл, конечно же, в приобретении Скорпиона и игры на нем. Потому что на сегодняшний день я думаю, что на таких аккаунтах Скорпион будет показывать лучшую игру и лучший результат. Сегодня мы купим вот такой вот замечательный спецпак в виде 300 ультра-контейнеров. И наша задача будет выбить как можно больше пушек. Ну и вообще, конечно, мне хотелось бы выбить Скорпиона, потому что по планам именно на нем хотелось бы стартовать играть. Ну и плюс, конечно же, нужны кристаллы для всех прокачек и для полноценного развития этого аккаунта. Плюс расходка. Поэтому мы 300 очку вместе с вами сейчас откроем. Насчет заданок я думаю, что на этом аккаунте мы на них внимания обращать особо сильно не будем и акцентировать тоже. Но если там что-то будет выполняться, что-то мы где-то дополнительное будем получать, то ну в принципе пусть будет, пусть будет, почему нет. Ну и в рамках этого канала и этих рубрик, потому что у нас будет рубрика мега донатера и будет мега бомжарика. Ну бомжа, я думаю, просто бомжа. То есть аккаунт, то есть параллель прям дикая. То есть супер жесткий донат и супер бомж. Я считаю, что это будет интересно вообще посмотреть, понаблюдать в рамках моего, наверное, такого небольшого развития. У меня, ну наверное, полноценной возможности не было делать это на других каналах, потому что контента и так супер много. А здесь я смогу уже сделать то, что я хотел бы делать. Ну и возможности есть. Это круто. Так, все, давайте открывать трехсотку кантов. Здесь мы ничего долго не будем делать, благо у нас теперь есть возможность ускорять контейнеры, поэтому смотрим сразу, что нам будет дропать. Я и не знаю, падают ли с ультракантов вообще предметы. Ну и надеемся, конечно, на, может быть, даже какое-то красное контентовое свечение сразу сходу. Оху-ху-ху, ничего себе, два белых подряд. Жестко, жестко, что такое может тоже падать. Кристаллы, конечно же, лишним на таком аккаунте не будет. Но мне, конечно, также хотелось бы выбить, возможно, какие-то интересные, интересные, какие-то краски устройства. Так, а у нас реально в ультракантах нету? Никаких пушек нету в ультракантах? То есть я могу выбить только с обычных контов? А, либо у нас на новобранце нет возможности ничего выбить. А-а-а-а. Нам, походу, надо звонку больше иметь. Ну ладно, ничего страшного. Даже если нам надо иметь больше звонку, кристаллов мы сегодня точно здесь заплюсуем. Ну а уже в следующем видосе начнем прокачку. Начнем прокачку и по званию, по гаражу этого аккаунта. Сегодня мы просто постараемся выбить, возможно, какие-то интересные, уникальные предметы. Плюс сверху, конечно же, кристаллы, расходка. Все это... Опа! Вот и красное! Броник сюда! Офигеть! Бронебойные доспехи! Броник есть! Можно и поесть! Сюда, броник! Два красных свечения подряд! Ептить! Да ну нафиг! Нормальный такой старт мега доната! Я вам скажу... Офигеть! Ничего себе! На нулявых аккаунтах можно выбить два красных сразу? Я думал, только два белых. Можно выбить еще одно красное! Офигеть! Кризис! Сюда! Просто три красных свечения! Да! Ничего себе! Это у нас какой-то шанс, что ли, увеличен на красные свечения? Я не знаю. Но чтобы мне на новобранцы падало три красных... Я, бывает, на основе хочу, когда выбить новое какое-то устройство, оно мне вообще не падает! Просто никак! Здесь у нас также будет возможность, наверное, на этом аккаунте даже получить те устройства, которых нету у нас в ультраконтах, да? То есть, например, на Скорпион Рой можно будет взять на громчик, можно будет взять гиперскоростные снаряды, с которыми на дальность тоже можно очень плотно и жестко работать. Поэтому здесь, в этом плане, реализация будет максимально вообще всего, чего только хочешь. И посмотрим, посмотрим, что у нас из этого всего, конечно же, здесь будет получаться. Кому-то, может быть, эта рубрика зайдет. Кому-то, конечно, не понравится. Скажите там, эх, куда натер, неинтересно смотреть, фигня полная. Ну, посмотрим, посмотрим на все это дело активность, на всю реализацию. Я надеюсь, что это понравится. Плюс я буду стараться акцентировать внимание на тест комплектов, да? Все-таки тест комплектов, эта вещь тоже такая очень важная. В свое время я хотел ее развивать на основном канале, но, к сожалению, у меня там не получилось это дело полноценно реализовать, потому что и так контента просто очень много сейчас в игре. А вот в рамках этого канала, я думаю, что у нас в дальнейшем получится реализация как раз-таки новых всяких комплектов. При том, что я знаю, что многие ребята в этом заинтересованы, хотели бы увидеть, посмотреть, какие комплекты больше стоит покупать и акцентировать на них внимание. Поэтому я думаю, что мы это будем с вами все дело развивать. Ну а сейчас, что я еще могу там выбить с красного? Походу, у меня вообще все, что надо, упало. Броник Кризис есть, три красных свечения, два вообще в ряд. У меня никогда, кстати, два в ряд не было красных свечения. Это впервые два в ряд. У нас дропнуло, даже так, ну, супер неожиданно, я бы сказал, дропнуло. Два красных, может быть, еще упадет с трехсотки. Но это было бы круто. Ну и понятное дело, что если была бы у меня возможность... А, кстати, я не знаю, Кризис можно прокачать? Наверное, можно. Я тогда, если есть возможность, я его сразу сейчас зафулирую. Кристаллов я надеюсь, что мне тут насыпало немножко. Может, еще какой-нибудь лямчик упадет. Если лямчик дропнет, будет вообще великолепно. И заодно посмотрим, кстати, сколько вообще ультракантов надо будет иметь, чтобы выбить все предметы, которые у нас и есть в контейнерах в ультра. Это будет тоже очень интересно. Вот это можно считать первая контентовая трехсотка. И сколько в целом вообще контейнеров на все это дело потребуется? Я даже, если честно, и не знаю. Так, ну и по ощущениям это ластовая, да, у нас должна быть уже открышка. Или нет? Вот, хороших свечений стартует. Как-то трехсотка контейнеров у нас прям не заканчивается. Мне казалось раньше всегда, что 300 контейнеров, это как-то намного-намного быстрее. А тут прям супер-супер долго мы все это дело открываем. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо. Подольше открыть. Это вообще бодряк. А с другой стороны, конечно, уже хотелось бы что-нибудь и зафулить сразу. Так, еще одна. Еще одна. Кстати, у нас упало три раза по тысяче и три красных свечения. Получается, что шансы реально, возможно, одинаковые. Синие тут, золотые, фиолетовые, голдопадики. Сколько у нас контов, интересно, еще осталось? По идее, уже должно быть концовочка. Но три красных свечения нормально. Наверное, нормально, да? Бодряк. Вполне. Вполне себе неплохо. Я только не понял, с какого звания у нас открываются следующие вооружения. Я раньше думал, что с новобранца уже с контов они все падают. Оказывается, с новобранца у нас не падают вооружения. Ну ладно, ничего страшного. Чуть-чуть качнемся. Чуть-чуть поднимемся позваночки. И тогда уже получим, наверное, те предметы, которые я хочу. Так, все. Контейнеры у нас закончились. Лям кристаллов есть. Можно, как говорится, и дрончик затушить. Но только нам, походу, не хватит чуть-чуть. Да, сколько нам? Да, нам чуть-чуть не хватило кристаллов. Но 13 шагов кризиса есть. Ну и я думаю, что мы можем даже смело качать сразу смоку на фул. Сразу зафулить ее. Зафулить сразу викинг. И уже в начале следующего видоса на этой торпеде отправиться в бой. Расходки мне должно было неплохо так насыпать. Поднять званочку. Так, еще и броник у нас есть. Нам надо еще, кстати, резисты будет сразу притораканить себе, чтобы потом мы этим уже делом не занимались. Так, броник мы сюда берем. Даже до броника у меня МКО все равно не хватило кристаллов. Но ладно, я думаю, что это мы все дело реализуем в дальнейшем. Как-то так, друзья! Как-то так! Как-то так! А, батареек нету. Нарисовано нет батареек. А батарейки открываются у нас только сержант майора! Йора! Серьезно? Офигеть! И даже эта расходка у меня заблокирована, оказывается. Блин, что тут в обранцах какие-то ограничения пошли нынче большие. Но в целом, какой-то такой вот у нас интересный, ребят, старт получился. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь, что наше начало положено. Дальше больше, поэтому поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Я думаю, что сначала у нас выйдет первая часть Бомжа, а потом уже будет вторая часть Мега Донатера. Надеюсь, что мы это все дело не забросим. И, конечно же, доведем этот аккаунт до Легенды. И постараюсь, кстати, это сделать за минимальное количество часов. Будет даже интересно самому посмотреть, за сколько часов можно добраться до Легенды с фулл, просто фулл Доната. У меня, друзья, на этом все. Обязательно, как я уже сказал, поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте Кима личный тег создателя контента. Это тег Тимпе. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Все розыгрыши у нас проходят на постоянной основе, поэтому информация по нему тоже есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok